3 миллиона 699 тысяч рублей. Такова объявленная цена китайского внедорожника Tank 300, который компания Great Wall выводит на российский рынок. Дорого? Минимум на полмиллиона дешевле параллельно импортированных внедорожников Toyota Fortuner и вдвое дороже ульяновского Патриота. С обоими ветеранами китайского новичка роднит многое. Это схожие габариты, рамная конструкция и, конечно, схема полноприводной трансмиссии. Везделазом полагается классический парт-тайм с жёстким подключением передка и понижающей передачей. Впрочем, у китайцев вдобавок имеется штатная блокировка заднего дифференциала, а также несколько электронных систем, которые помогут водителю на бездорожье. Паспортный дорожный просвет вполне достаточный 224 миллиметра. Единственный доступный двигатель — двухлитровый турбомотор отдачи 220 сил, с которым состыкован классический восьмиступенчатый автомат марки CTF. Начальная комплектация Adventure включает четыре подушки безопасности, систему стабилизации, обивку сидений кожзамом, двухзонный климат-контроль, электропривод передних кресел и многое другое, включая люк. А если есть возможность потратить 4 миллиона, то можно заполучить блокировку переднего дифференциала, защиту коробки передач, занавески безопасности, обивку сидений кожей NAPA, дорогую аудиосистему и даже вентиляцию передних кресел. Живые продажи внедорожников Tank 300 стартуют весной, а летом должна подоспеть более крупная и дорогая модель Tank 500. В Белоруссию пришла партия из примерно 200 флагманских кроссоверов GLE VX11. VX11 — это корпоративный индекс модели, а ее экспортное название «Акаванга». Машины замечены на борисовском таможенном посту. В страну везены паркетники, оснащенные мягкогибридной силовой установкой, что построено вокруг полуторалитрового турбомотора от дачи 177 сил. В комплектацию включены матричная оптика, панорамная крыша и трехзонный климат-контроль. В белорусской компании БелДжи, которая кроме дистрибуции также занимается производством GLE, факт поставок телеканалу Auto Plus подтвердили. Но уточнили — весь тираж предназначен для «Синеокой», а продажи стартуют на следующей неделе. От себя добавим, что GLE частенько завозит небольшие партии машин через Белоруссию, чтобы оценить потенциальный спрос. В случае успеха новинки следом приходят и в Россию. Так было, например, с Тугелой, Кулреем и Атласом Про.